Идея, что власть в руках женщин – это иллюзия. На самом деле я… Вот что говорят парни на Reddit о знакомствах и свиданиях. Я только что усвоил одно – не искать. Если честно, я лучше буду один, чем париться о всех этих свиданиях. Свидания в наши дни – это как работа. У меня нет ни времени, ни желания. Я постоянно слышу, что недостаточно хорош. Это особенно расстраивает, когда ты стараешься изо всех сил, от тебя отвергают. Я не был на свидании уже 4 года. Теперь мне просто неловко. Я задал вам тот же вопрос в нашей вкладке сообщества. Что вы думаете о современных свиданиях? И вот, что вы сказали. У меня есть несколько неженатых друзей от 40 до 50. И дерьмо, которое им приходится терпеть на свиданиях – это уму непостижимо. Они оба сейчас взяли перерыв, просто чтобы не сойти с ума. Я покинул мир свиданий в 2016-м и сфокусировался на своем росте. Серьезно, свидания стали более стрессовыми, чем пробки по утрам. Я принял тот факт, что всегда буду один. Все мои девушки мне изменяли. Это просто не стоит того. В этом видео, друзья, я поговорю о том, почему мужчины бросают свидания и отношения. О всех проблемах, сложностях и мороки, с которыми они сталкиваются. Но я докажу, что вам не стоит бросать поиски. У меня есть хорошие аргументы, о последнем из которых никто особо не говорит. Так что оставайтесь с нами, это достойное видео. Самое грустное, почему парни бросают свидания – их чувство несостоятельности. Я знаю мужчину, не буду раскрывать его имя, он говорит. Я уже давно сдался, я не только физически непривлекателен. У меня просто нечего предложить в отношениях. Буду с вами честен, я считаю это полное. В отношениях, кто угодно, если постараются, если приложат усилия, заслуживают отношений. К сожалению, есть множество парней, которые отчаялись. И забавный факт в том, что люди – единственные животные, которые, когда совершают ошибку, болезненно переживают ее. Мы пытаем сами себя, убеждаем себя, что ничего не стоим. Мы непривлекательные, у нас не то тело, у нас нет денег, мы недостойны отношений с другими людьми. Это в корне неверно. Когда я исследовал эту тему, я узнал множество причин, почему парни считают, что отношения – это отстой в наши дни. Одна из самых больших. Парни считают, что вся сила в руках женщин. Я слышал замечательную историю от Денниса во вкладке «Сообщество». Я видел, как это делает моя сестра. Она встречается с тремя парнями одновременно, сравнивает их между собой и идет на свидание с тем, у кого есть предложение получше. Реально, смотря с их стороны, у них куча опций. Какие уже у нас шансы? Это весомый аргумент, и он подтверждается, если посмотреть на жеребцов с приложений. Большинство людей, использующих эти приложения – мужчины. Большого количества женщин там просто нет. Кто-то там для поднятия самооценки, на пробу или даже мошенницы. Очень маленький процент женщин в этих приложениях, в которых мужчины заинтересованы. Решить эту проблему можно, уйдя с этих приложений. Есть множество других вариантов, как можно встретить новых людей лично. Именно так мы получаем самые лучшие шансы на успех. Именно так мы работаем над нашими коммуникативными навыками. Учимся начинать разговоры с кем бы то ни было. Конечно, это совершенно другие объемы, чем онлайн, но это работает гораздо лучше для тех, кто невысок, кто немного зарабатывает. Им нечем особо похвастаться. Лицом к лицу, когда они работают над своей способностью общаться, у них гораздо больше шансов на успех с дамами. К тому же идея, что вся власть в руках женщин – это иллюзия. Женщины – заложницы ситуации, когда, да, они могут выбирать, но только среди тех, кто обратил на них внимание. Если вы выберете не ухаживать за ней, внезапно сила выбора исчезает. Вы вышли из гонки. Многие парни делают шаг назад, чтобы стать лучше, чтобы проработать себя и стать тем, кем они хотят быть. Они осознают свою уверенность, они лучше чувствуют себя. Они наводят порядок в своих финансах, в том, как они выглядят. Они работают над своим телом. Они становятся привлекательнее, просто став увереннее, поняв, кто он. Объективно, можно ли винить женщин, которые выбирают лучшее, что могут себе позволить. Когда у вас есть весь этот выбор, разве вы не выбрали бы самого красивого и богатого человека, который обеспечил бы вам уровень жизни, который вы хотите? Неудивительно, что женщины используют этот выбор в свою пользу. Если у вас достаточно денег, 50 тысяч долларов на машину, нужна вам будет только четвертая по рейтингу машина. Вам нужна будет самая лучшая сделка. Вы будете искать и выбирать ту самую. У женщин есть власть, потому что мы даем ее им. Но если вы сделаете шаг назад и сконцентрируетесь на саморазвитии, вы внезапно станете тем человеком, к которому потянутся другие люди. Еще одна причина, почему многие парни бросают свидания в том, что женщины слишком разборчивы. Если у вас нет шести кубиков, зарплаты из шести цифр, или шести домов, удачи. И эти женщины далеко не девятки, а четверки и пятерки. Я понимаю вас, ребята. И статистика подтверждает, женщины стали более избирательными. Но и мужчины тоже. Почему мы все так избирательны? Потому что у нас огромный выбор. И мы думаем, что можем найти именно то, чего хотим. В какой-то степени большой выбор – это хорошо. Но есть предел, когда мы вдруг видим парадокс выбора. Когда у нас слишком много выбора, мы впадаем в паралич. Мы перенасыщены выбором. Вы толком не можете понять, что ищете. Поэтому все эти приложения вредны. Конечно, есть прекрасные истории любви. Напишите в комментариях, если вы встретили свою любовь или жену, с которой счастливы или не очень в таком приложении. Для многих людей весь этот выбор создал проблему непонимания, что именно искать, или они ищут недостижимый идеал. К тому же задумайтесь о культурном подтексте, который мы видим. Люди все позже заводят семью. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но люди привыкают к своему образу жизни, предпочтениям, что все усложняет. К тому же культура говорит – жди своего идеала. Задумайтесь, если вам больше тридцати или сорока, вы знаете, что вам нравится, и нет, и найти кого-то, кто идеально вам подходит, становится невероятно сложно. Хочу ли я, чтобы люди женились раньше, или выбирали того, кто не идеален? Совсем нет. Я видел оба края этого спектра. Я видел, как люди женятся, когда ей шестнадцать, ему восемнадцать, или когда им обоим больше семидесяти. Они говорят, что нашли, наконец, свой идеал. Смысл в том, что люди имеют крепкие и красивые отношения, когда они подходят к отношениям как к труду. Они работают над тем, чтобы создать жизнь вместе. Они делятся опытом друг с другом и понимают, что это то, что они могут контролировать, а не то, что идеален ли их партнер. Мне кажется, общество недостаточно поддерживает это. Но на моем опыте так и есть. Суть в создании отношений, а не в поиске идеальных. Ребята, если вам нравится это видео, сделайте мне одолжение и нажмите на кнопку «Нравится». Лупите по ней, не жалея. Дайте знать YouTube-алгоритму, что Антонио стоит делать больше подобных видео. Я всегда обращаю на это внимание и слушаю вас. Чем больше будет отметок «Нравится», тем больше я сделаю подобных видео. Я уже многое сказал. Дайте знать, если вы согласны или нет. Ухудшились или улучшились отношения за последнее время. Стоят ли они вообще того? Комментируйте. Ну и главная причина, почему парни бросают отношения, была изложена вот этим джентльменом. В конце концов, это просто не стоит всей суеты. Я бы хотел с кем-то быть, но что есть, то есть. Я просто продолжу занимать себя другим и жить один. Я понимаю эту точку зрения, но в ней есть изъян. И причина в том, что нечасто поднимается в отношениях. Но те, у кого они хорошие, подтвердят. Когда вы находите правильные отношения, это как выигрыш в лотерею. Реальный экономический термин здесь – это дистрибуция длинного хвоста. Цитата, которую я сейчас украду, принадлежит Джеффу Безосу, который прошел через тяжелый развод, но не разочаровался в любви. Это цитата не о любви, а о бизнесе. Но, думаю, она подходит и отношениям тоже. Большая прибыль часто приходит от тех ставок, которые не соответствуют привычным истинам. Но привычная истина обычно правдива. Учитывая 10% из 100 возможных случаев успеха, вам стоит делать эту ставку каждый раз. Вы все равно проигрываете 9 раз с 10, но когда выигрываете, это навсегда. Я добавил эту последнюю строчку, потому что его пример – это Гранд Слэм. Сильный удар, после которого нужно пробежать 4 базы. Но что, если их 1000? Вы сможете выиграть любой чемпионат. Я хочу, чтобы также вы представляли себе успех в отношениях. Да, возможно, у вас всего один шанс из 10. 50% браков заканчиваются разводом. Я это понимаю. А сколько из них вообще счастливы? Но даже если вы выиграете 1 раз из 10, это все равно очень разумная ставка. Я могу подтвердить это своими отношениями. Я выиграл в лотерею. Да, мы не постоянно ладим, но хорошее так сильно перевешивает плохое. Так много замечательных вещей случилось в моей жизни. Мои дети, то, с чем она меня познакомила. Это перевешивает любые проблемы. У нее есть свои заскоки. Любые отношения неравномерны. Но хорошее настолько лучше, чем небольшая головная боль, которая иногда имеет место быть. Какое следующее видео вам посмотреть? Как насчет недостатков, которые женщины терпеть не могут в мужчинах? Как преодолеть их? Это некоторые плохие привычки, с которыми вы сможете справиться. Я говорю об этом в этом видео. Я оставлю ссылку в описании. Оно отлично. Обязательно зацените. Обязательно зацените.